Сантиметров 6-7, то минимум, а то и до 10 есть. Ямы очень глубокие и ямы очень большие. Микрорайон «Дорожник» – символичное название. Этому частному сектору Новоалтайска не один десяток лет. А дорог здесь не видели даже старожилы. Вместо ровного асфальта – выбоины, доколдобины. Не проехать. Машины постоянно едут еле-еле. Если одна объезжает, вторая, как говорится, напрямик. Такие вот боишься, у меня у самой машина есть, боишься, что как бы не столкнулись. Отсыпали, я ничего не скажу. Вот прямо на въезде две ямы отсыпали, дальше уже не пошли. Ямы очень страшные. Ночью вечером идешь с автобуса, светишь сугубо вот телефоном, фонариками, кто как. Потому что в ямы мы боимся сломать ноги уже. А это микрорайон «Дорожник». Ямы, лужи. Вечером с работы идти даже страшно. А это микрорайоны «Дорожник» и «Почтовый» в вечернее время. Ни дорог, ни освещения. Тысячи людей на ощупь пробираются к своим домам. Большинство жителей микрорайона «Дорожник» и «Почтовый» работают на одном из градообразующих предприятий города. Чтобы попасть на свое рабочее место и заработать себе на жизнь, люди вынуждены ежедневно преодолевать настоящую полосу препятствий из дорожных ям. Кстати, о дорожных ранах двух микрорайонов мы уже рассказывали весной этого года. Тогда власти жаловались на скудный бюджет города. Но, тем не менее, после нашего репортажа сроки ремонта сдвинулись. В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» ремонт перенесли с 1926 на 1923 год. Раньше не получается. Якобы этот участок автомобильной дороги является внутриквартальным с малой интенсивностью движения. Палитинат Скирова, Андрей Печоркин. День с толком.